Доброе утро! Присоединяйтесь. Вместе мы сможем больше. Ася работает больничной няней. За 4 года она видела многое. Ухаживала за больными детьми-сиротами и теми, кого забрали из неблагополучных семей. Но эта девочка особенно дорога. Она перенесла несколько операций на сердце и теперь ее готовят к следующей. Малышка поступила из дома ребенка. Она нуждается в постоянной медицинской помощи и заботе. Для нее сейчас няни – самые близкие люди. Очень сильно привязываемся. Поэтому, когда они лежат долго, со слезами на глазах, мы их отправляем в детский... Ну, куда дальше. Очень жалко этих детей и очень хочется этих родителей просто, не знаю... Зачем так? Мы привязываемся за месяц к детям. Почему вам ребенок не дает этого светлого, который вы можете бросить, вот это пить, наркотики, да, вам ангел, ну, вам ангелочек дан. Как вы не привязываетесь к детям своим? Я этого не понимаю. В больнице няня заменяет ребенку маму. Она кормит, переодевает, играет и просто дарит любовь. У врачей и медсестер совсем другие обязанности, главное из которых – вылечить. И они отмечают, что те дети, которые окружены заботой няни, выздоравливают быстрее. Эффект лечения от официальной медицины – это, ну, 15-20%. А остальное все – это руки мамы, добрые глаза. И вообще детки, которые вот без родителей, они очень терпеливые. Очень терпеливые, и они быстро привыкают к тем, кто делает добро им. И сейчас вот девочка, Риточка, лежит, она уже не первый раз. К жизни мы ее адаптируем, помогаем. Я же говорю, она у нас расцвела. Она знает все, кто за ней ухаживает, улыбается, реагирует. Любит нас всех. Уже пятый год в педиатрическом отделении номер 2 детской областной больницы посменно работают три няни. Когда-то идея помогать детворе в больнице пришла в голову руководителю Белгородского отделения Российского фонда милосердия и здоровья Натальи Полищук. Тема помощи больничным сиротам, она давно у меня взрела. Мы когда с моим сыном лежали в детской клинической нашей областной больнице, открываются дверцы, большие-большие глаза ребенка. Вот эти глаза ребенка-сироты, вот это грустные. Я решила, что задать такой, значит, наш штаб такой, больничные мамы, больничные няни. Которые, вы видите, как ухаживают за детками. Именно дают детям ту недостающую им материнскую любовь и ласку. Уже пятерых, знаем, которые прошли через наши руки, уже деток взяли в семьи. Белгородское отделение Российского фонда милосердия и здоровья работает более 30 лет. Няни для больных детей – это только часть проекта «Милосердие детям». С детками постарше и подростками занимаются психологи. Помогают преодолеть депрессию после длительного лечения. Чтобы повеселить детей в больнице, вызывают аниматоров. Благотворительная организация принимает помощь. Больным детям-сиротам постоянно нужны средства гигиены, особенно жидкомыло и памперсы, а также развивающие игрушки для малышей до 4 лет. Все это можно передать по адресу Белгород, улица Победы, дом 75, квартира 1. Телефон для справок 8-920-591-27-54. Помочь организации можно и деньгами. Нужно отправить смс на номер 3443 со словом «няня». Субтитры создавал DimaTorzok